А вот сезон охоты уже открыт. Охоты за искусством. В галерее Дейнеки открылась выставка гравюр и литографии собрания Государственного музея-заповедника Тургенева. Спасская Лутовинова. Любимая забава русского дворянства на работах французских, английских и немецких мастеров 19 века. Моя коллега Юлия Матвеева побывала на вернисаже и убедилась, что сценами охоты она может любоваться только на художественных полотнах. Жан-Пьер Мари Жозе, Франсуа Гринье, Жюбер Робер. Все эти славные европейские художники, превозмогая лишения и тысячи километров, ехали в Россию, чтобы запечатлеть сцены охоты, изысканную церемонию, священный ритуал. Не убийство ради, а чтобы вернуться в естественное для человека состояние, побыть наедине с природой. Можно очень по-разному относиться к этому виду времяпрепровождения, но мы должны знать о ее традициях, о том, что это было, о том, как это происходило, опять же, совы охоты, соколины и так далее. Сколько самых разных интересных разновидностей, которые можно будет узнать, придя к нам на экскурсию. Утки и фазаны, косули и олени, лисы и кабаны стали жертвами художественного азарта. Кажется, это занятие полное динамики и жажды жизни. Идеально подходит для графики. Точной, резкой, прицельной. Вот волки нападают на сани, везущие семью. Галеристы шутят, вряд ли автор литографии, французский художник, видел когда-то настоящего русского хищника. Это Рудольф Жуковский запечатлел родительскую усадьбу в Орловской губернии, где в пруду занимаются рыбной ловлей. Рядом гравюра Адама Бенна, настороженные лисята, которую просто невозможно отличить от карандашного рисунка. Два лисенка насторожно смотрят на змею, которая ползает из-под куста. Самая простая, но при этом очень интересная сцена в плане техники, в плане даже просто животных, вот анималистики. Очень интересно посмотреть на анатомию животного, очень интересно посмотреть на ракурсы, в которых они изображены. Этой выставкой галерея Дейнеки открыла свой сезон охоты на зрителя. И попасться в эти селки и капканы – одно удовольствие. В середине сентября здесь откроется юбилейная выставка курской художницы Веры Прониной. Кроме того, сотрудники готовят интересный проект, связанный с творчеством Айвазовского. Сегодня он у всех на слуху. Мы все прекрасно понимаем, что открылась прекрасная выставка в Москве. Я думаю, что среди курян есть те, которые просто не попадут в Москву. Но увидеть настоящего Айвазовского не смогут в залах нашей картинной галереи. И рассмотреть его достаточно близко, а также представить и работы его учеников они тоже здесь смогут. Ну а завершить 2016-е искусствоведы хотят классикой. К концу года стены галереи украсят картины из собственного собрания.